К нашему эфиру присоединяется советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Михаил Михайлович, приветствую. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, как в Европейском Союзе сейчас распределяются голоса относительно поддержки и помощи Украины? Я имею в виду, стало ли больше тех, кто сегодня выступает за бесперспективный мир? Ну, давайте сразу... Сейчас мы перейдем к цифрам, но давайте сразу зафиксируем следующее, что я не совсем понимаю, что такое мир в такой интерпретации, это же ведь не про мир, это про капитуляцию. Просто мы не должны с вами использовать этот термин. То есть, грубо говоря, когда говорят, давайте перестанем помогать оружием Украине, давайте перестанем давать инструмент защиты от гораздо более объемной страны с военной точки зрения, от превосходящих сил агрессора как такового, это означает, что нам говорят не про мир. Не-не-не, не употребляйте это слово никогда. Нам говорят, капитулируйте. У вас там поубивали, на вашей территории идет война, вас немножко вырезали, но позвольте это делать дальше. Вот это так звучит на самом деле. То есть, это про капитуляцию. Просто, честно говоря, мне кажется, даже когда господин Боррель говорит о мире в такой интерпретации, ему желательно тоже говорить о том, что кто-то предлагает Украине капитулировать. Ну, то есть, грубо говоря, люди, которые предлагают это, типа, садитесь немедленно за стол переговоров, немедленно прекратите огонь, перестаньте защищать свою территорию, согласитесь с тем, что на вашей стороне идет война, согласитесь с тем, что часть территории будет разграблена, уничтожена, и там будут оккупационные войска всегда и так далее. Это говорит о том, что эти люди предлагают капитуляцию, проиграть войне. И, соответственно, пусть они так и выглядят, да, как трусливые люди, которые сами свои семьи защищать не будут, свои страны защищать не будут. Мы должны просто научиться четко фиксировать. То есть, тот, кто предлагает вот такой сценарий, он говорит, мы готовы на любую капитуляцию, и если к нам придут в страну, мы тоже будем становиться сразу на колени и отдавать свою страну на разграбление, уничтожение, убийство и так далее и тому подобное. Вот хорошо было бы, чтобы к этим людям было написано, это капитулянты потенциальные, которые свою страну очень быстро всегда сдадут, если ее придет кто-то захватывает. Вот так это звучит. И поэтому, к сожалению, вот это лояльное слово, мирные переговоры, урегулирование ситуации в Украине, мы предлагаем мир, а не войну и так далее. На самом деле это вводит в заблуждение общественные мнения. И мы начинаем играть в эту же игру. А нам нужно просто предлагать вот таким людям, говорить, смотрите, не про мир говорите, а говорите только про то, что вы настолько трусливы, что предлагаете Украине сдаться. Вот и все. Теперь с точки зрения процентов поддержки. Несомненно, подавляющее большинство, в разных странах, конечно, по-разному, наиболее объемная поддержка это Северная Европа, ну, имеется в виду Дания, Норвегия. Там, безусловно, 85-90% населения местного абсолютно точно понимают, что делает Украина, что она защищает, что она защищает не какую-то там абстрактную территорию, она защищает и территорию, и свое право быть свободной, и право Европы жить внутри тех ценностей, которые являются определяющими для Европы. Это очень важный параметр. Да, по мере того, как мы будем спускаться по европейскому континенту вниз, на юг, процент будет несколько уменьшаться, там будет где-то и 75%, и 72% поддержки, но, тем не менее, поддержка доминирующая в любом случае. Почему? Потому что основная масса населения в Европе прекрасно понимает, что такое война агрессивная, которая идет на территории суверенной страны Украины, и которую ведет государство, долгое время пугавшее даже Европу. Ну, то есть, грубо говоря, давайте не забывать, что Россия всегда использовала во внешней политике концепт страха как таковой, всегда масштабировала свои угрозы, сама масштабировала, говорила, бойтесь нас, и так далее. И вот сейчас Украина уже 16 практически месяцев в полном объеме воюет именно с этим монстром. И, знаете, было бы очень странно, чтобы люди не понимали этого. То есть, они долгое годы, десятилетия, жили в ощущении страха, который генерировала Россия для европейского континента. Ну, то есть, Россию рассматривали как империя зла, или там осколок империи зла и так далее. Сейчас 16 месяцев маленькая страна, ну, с точки зрения военного ресурса, безусловно, Украина гораздо меньше, чем Россия, сопротивляется и делает это крайне эффективно, и не уважать эту страну, это значит абсолютно точно не разделять ключевые ценности. Ну, то есть, ключевые ценности – свобода, демократия, право на защиту, право на жизнь и так далее и тому подобное. Мне кажется, нелепо выглядишь, если ты говоришь, нет-нет-нет, не помогайте Украине, давайте дадим монстру, которого мы долгое время боялись и с которым Украина круто воюет, давайте дадим этому монстру все-таки, потому что сам он по себе никчемный, то есть, сам своим оружием он ничего не сделает, давайте-ка мы у Украины заберем инструменты паритетного типа, которое позволит ей продолжать настолько эффективно и поражающим воображением защитно-оборонно-наступательными операциями освобождать свою территорию в 21 веке. Да, что тут добавить. Михаил Михайлович, Путин встречался с так называемыми военкорами, обсуждали опять этот исторический бред, он сказал очередной раз, что если Украина хочет вступить в НАТО, то пусть вступает ради Бога, только пусть отдает исконно русские земли. А вот скажите, кстати, европейцы, они понимают, что вот эти исторические параллели, они же касаются не только Украины, если уж Путин вообще такую стратегию пытается пропагандировать, они касаются и других европейских территорий, которые Путин просто завтра объявит исконно русскими, и это коснется любого другого государства. Или нет? Или они считают, что это вот конкретно желание, знаете, как Путина уничтожить Украину и больше никого? Первое. Они прекрасно все понимают, но не могут себе признаться в том, что либо ты остановишь здесь и сейчас, либо ты будешь постепенно что-то отдавать. Ну, тяжело, да, потому что это требует действия. Украина показывает действия. А не все европейцы готовы к действиям. Но они прекрасно понимают, что это какая-то абсолютно, я сейчас скажу очень такое грубое слово, абсолютно историческая ахинея. Ну, то есть этот человек и сейчас выглядит как абсолютно безнадежный в интеллектуальном плане. Субъект, конечно же, он оперирует какими-то дикими просто аллюзиями историческими и так далее. Это всем понятно уже, и мало кто на это обращает внимания. Тут другой вопрос. Другой вопрос, что нужно доказать еще раз, я так понимаю, в 21 веке нужно доказать незыблемость юридических формул. То есть, грубо говоря, нет никакого исторического уже процесса. Есть юридически зафиксированные границы современных государств. И нет смысла. Давайте мы еще вернемся в додинозавренную эпоху и будем обсуждать, кто на какой территории жил. Это же нелепо. То есть это не аргумент для оправдания геноцидного и террористического типа ведения войны. Этот аргумент передел границ. Был в средние века, когда существо подобного толка, да, ну типа Путина, придумывало себе там, сидело, ело вот эту ножку. Представьте себе физиономию Путина, который жрет кабанью ножку. И сидит и такой думает, смотрите, у меня тут латников 20 тысяч, а у соседнего, скажем так, такого же человека, который ест такую же ножку, всего 10 тысяч. А пойду-ка я у него заберу часть территории. Понимаете, это логика средневековья. Она сегодня неприменима. Сегодня другой мир совершенно. И поэтому, конечно же, на полном серьезе анализировать человека с бараньей ножкой, или, я не знаю, со свиной ножкой во рту, да, но это как бы нелепо. Потому что, еще раз подчеркиваю, это абсолютный отсутствующий аргумент. Да это и выглядит, знаете, как идиот какой-то. Ну, я прошу прощения за эти терминологии. Но вы себе представляете, что в современном мире сидит президент страны, рассуждая, смотрите, есть какие-то исконно русские земли. 2000 лет назад уже была Россия у него там, да, в голове. Вот эти были земли наши или карта, помните, 400-летней давности, где, собственно, и Российской этой федерации как таковой не было. Никаких стран тогда современных не было. Несомненно, 400 лет все-таки. И так далее. Тут более важно другое. Более важно то, к чему он ведет саму Россию. Потому что, безусловно, для оправдания войны использовать историческую лексику не имеет смысла. Это никак не освободит его от юридической ответственности за массовые убийства, массовое разрушение гражданской инфраструктуры. Это первое. Второе. Несомненно, никто не отменял международное право. По факту Россия пытается его отменить, и поэтому продолжает войну, чтобы не нести ответственность. Вот здесь мы переходим в первую часть, о чем мы с вами разбирали. Вот эти все предложения, немедленно сесть за стол переговоров, это еще, кроме того, что предложить Украине капитулировать, это еще и предложение России не нести ответственность ни за одно преступление. Потому что страна, которая не проиграла войну, естественно, не несет ответственность юридическую за преступления. И Путин это тоже понимает. Поэтому, конечно же, вторая составляющая – это добиться хотя бы какого-то непроигрыша. То есть, грубо говоря, чтобы не нести юридическую ответственность за эти массовые преступления. Третья составляющая, очень важная. Я хочу, чтобы мы ее абсолютно так, знаете, золотыми буквами вписали. А кто это вообще такой, чтобы определять, что будет с территорией Украины? Ну, то есть, кто это? Нету никакого Донбасса, нету никаких людей Донбасса, нету никакого ЛДНР, нету никакой Новороссии. Нету никаких новых территорий и так далее. Есть территория Украины, несомненно, и зафиксирована. И за это сейчас идет война. Для того, чтобы этого субъекта в итоге взять за его грязные уши, да, и посадить на скамью подсудимых, где ему это и объяснят очень внятно. Что нету никаких мифов, которые ты сам себе нарисовал. Ну, или там шаманы ему в бубен настучали, да, и наговорили про всякие там Донбассы и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, нам не надо с вами рефлексировать на слова человека неактуального для глобальной повестки. Его нету сегодня как субъекта глобального политического процесса. Да, он есть как субъект, ведущий большую войну против Украины, но как субъекта глобальной политической повестки его не существует. Который говорит каким-то потенциально сидящим рядом с ним на скамье подсудимых, ну, или на разных процессах, рассказывает, почему он пришел убить украинского ребенка. Но это же нелепо анализировать его мотивацию. Его мотивация – это мотивация обычного преступника. Человек пришел убить. Вот у него сегодня в этом выступлении были намного более важные фразы. Он сказал, смотрите, мы считаем, что нужно там санитарную зону сделать, серую зону. И нужно забрать все, что было сделано советской властью для Украины. То есть, имеется в виду, он прямо вам в лицо говорит, смотрите, я буду, пока меня не накажут и не остановят военным путем, разрушать гражданскую инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Я буду дальше бить ракетами по жилым домам, по ТЭЦ, буду взрывать Каховку, буду взрывать еще что-нибудь. Почему? Потому что я хочу оставить там выжженную землю, разрушенную территорию. Включая, кстати, с территории Крыма. То есть, субъект сейчас прямо фиксирует себе умысел на совершение масштабного преступления против человечности как таковой, на нарушение международного гуманитарного права, потому что он уже не с комбатантами воюет, не с военными. Он открыто говорит, что будет уничтожать всю оккупированную территорию, стирать ее из лица земли. То есть, все жилые структуры будет там уничтожать. Поэтому это, на мой взгляд, ордер МКС 2.0 обязательный, потому что человек прямо говорит, с какими намерениями он зашел в эту страну. Вот и все. Поэтому, смотрите, давайте выведем за скобки. Для нас с вами он не субъект, который объясняет природу войны. Для нас с вами природа войны абсолютно понятна. Пришел убийца убить и безнаказанно уйти. Ну, я имею в виду уйти от ответственности. Наша задача, кроме того, чтобы освободить свою территорию, восстановить в полном объеме свой суверенитет, сохранить Европу, которая все еще там, ну, знаете, как-то рассуждает. Надо, может, дать танкам немножко, может, не надо дать. Защищает Европу, чтобы они имели возможность продолжать жить в тех ценностях, в которых они живут. И, наконец, четвертое, чтобы взять этих преступников, реально завести их на скамью подсудимых в рамках специального трибунала и ответвлений трибунального типа, ну, то есть судебных процессов разного уровня и так далее, на которых им объяснят, что убийство — это убийство. И нету здесь никакого Ивана Грозного, который, в принципе, вам сказал собрать какие-то мифические земли России. Михаил Михайлович, действительно, не Путину точно решать дальнейшую судьбу украинского государства, но все-таки у него есть влияние на внутреннюю аудиторию, так или иначе. В связи с чем? Скажите, пожалуйста, на какой лад сейчас Путин пытается настроить россиян, ну, или хотя бы его ближайшее окружение? А сейчас контекст моего вопроса. Дело в том, что у Путина спросили, что дальше будет происходить. На что диктатор ответил следующее. Пойдем ли мы дальше? Президент Российской Федерации сказал, что не будет разглашать планы и сказал, что они зависят от соотношения потенциалов на момент завершения наступления вооруженных сил Украины. У нас есть несколько вариантов по дальнейшим действиям, Путин заявил. Теперь, наверняка, это еще не совсем заявление о скорой капитуляции Российской Федерации, но, тем не менее, это уже достаточно далеко от демилитаризации Украины. Демилитаризация Украины выглядит сегодня следующим образом. У нас с вами наибольший объем современной техники, которая есть у той или иной страны НАТО. То есть мы не просто сегодня там с старым советским оружием находимся, у нас с вами есть и три семерки артиллерия современная, и Хаймарсы, и, соответственно, Стормшедоу, и, соответственно, Петриоты, Айрисы, Сампты, наиболее оптимальные структуры про ПВО и так далее. У нас с вами есть Леопарды, Брэдли, Мардеры и тому подобное. И у нас с вами в совершенно быстром будущем будут Ф-16. Расскажите мне, что такое демилитаризация по-путински? Вы сами прекрасно понимаете, что мы на марше во время, конечно, тяжелой трагедии под названием война переоснастили свою армию. И она сегодня выглядит гораздо более мобильной, боеспособной, чем в начале этого конфликта, и гораздо более оснащенной, чем российская армия. Да, количественно в России много. Знаете, единственное, что у России действительно позволяет ей выглядеть еще хоть как-то в военном плане понятной, это дальнобойные ракеты. То есть оружие наступательного типа. Это ракеты с дальностью полторы тысячи километров, два с половиной тысячи километров, шесть тысяч километров и так далее. Вот это нужно решить. То есть нужно провести демилитаризацию России, и она будет проведена. У такой страны не могут быть такой дальности ракеты, потому что это опасно и для Киева, и для Варшавы, и даже для Лиссабона, и для Европы в целом. То есть, грубо говоря, не будь у России ракет повышенной дальности, калибров, эскандеров, тех же Иксов, то, соответственно, это вообще беззубая, мало кому нужная и мало на что влияющая страна была бы. Но есть у нее там какой-то объем старых советских танков. Это совершенно другого типа была бы страна. Вот в этом была проблема в начале 90-х, середине 90-х, когда Россию не прогнали через покаяние за советский период, когда ее не избавили вот этого милитарного потенциала, когда она воевала в той же Молдове, когда она воевала в той же Грузии, в Азербайджане, Армении и так далее, и тому подобное. И, соответственно, тогда не были сделаны надлежащие выводы. А потом она пошла с войной в Чечню, а потом она пошла с войной в другие страны, включая Украину, Сирию и тому подобное. Вот где была принципиальная ошибка. Россия всегда оставляли часть потенциала милитарного. Вот это нужно будет решить. Теперь, что касается путинских планов в дальнейшем, еще раз вернусь к главной концепции. Он не субъектен. Не ему теперь определять, как и что будет дальше происходить. Да, к сожалению, эта война имеет две особенности, дикие две антигуманистических особенности. Первое. В России нет движения матерей. То есть вот так, как было во время Афганской войны, во время Чеченской войны. То есть матери очень довольны тем, что разменивают жизни своих детей на какие-то там дополнительные выплаты от государства. Ну то есть, грубо говоря, отправили с удовольствием своих детей умирать в чужую страну, чтобы они там убивали детей других матерей, которые вообще здесь ни при чем. И, соответственно, за это они получают какие-то там небольшие, абсолютно уничижительные дивиденды от российского государства. То есть движения матерей против войны в России нет. Это практически полностью говорит о том, что внутри России сегодня нет никаких гуманистических составляющих. И вторая антигуманная составляющая этой войны – это то, что нет линии отсечения. То есть, грубо говоря, вот они потеряли 100 тысяч, допустим, и все, остановились. Ну то есть, типа, большой объем потерь. Соответственно, война очень кровавая. Мы не будем такой ценой дальше продвигаться или, наоборот, находиться на оккупированных территориях. Нет, у них нет 10, 20, 100, 200, я так понимаю, 300-400 тысяч. Это не цена, это не плата. То есть отсюда вывод. Нам нужно столько инструмента, особенно дальнобойного, чтобы можно было ускорить максимальное количество убийств военнослужащих, комбатантов, мобилизованных. И таким образом все-таки найти ту линию, ту грань, которая спровоцирует уже действительные социальные протесты. Потому что страшно, когда молодое поколение полностью уничтожается. Путин именно это делает. Но, вернусь к началу, не Путин модерирует уже войну, не Путин модерирует финал этой войны, не Путин модерирует развитие событий, юридические последствия. Ему бы хотелось это все сделать. И поэтому он пытается еще для своей публики, для вот этих, вы посмотрите на физиономию там сидящие, да, и так далее. Он пытается им сказать, знаете, все под контролем. Я действительно настолько гениален, что трехдневная война еще не закончилась, она продолжается, еще осталось нам три с половиной дня до конца этой трехдневной войны и так далее. Но это выглядит абсурдно. То есть человек сидит и абсолютно никчемный, человек, который проигрывает все свои ставки, он пытается сказать, что он все держит под контролем. В принципе, это, знаете, на мой взгляд, это такая дополнительная десакрализация, когда человек путается в своих показаниях, путается в своих заявлениях, путается в своих итогах, которые он себе нарисовал и так далее. На мой взгляд, единственным модератором судьбы и России, и Путина является Украина. Хочет этого кто-то или не хочет. Украина сегодня жестко заняла принципиальную позицию. Война должна закончиться исключительно справедливым финалом. Что для нас с вами справедливый финал? Это абсолютно четко выход в 91-й год, это абсолютно четко сохранение суверенитета, потому что когда какой-то субъект говорит, мы тут не хотим, чтобы вы в НАТО или не НАТО, кто ты для нас такой, чтобы определять, что будет делать суверенное государство Украина. И, наконец, третье составляет, чтобы в России началась максимально жестокая битва за поствоенный контроль над властью, перераспределение и так далее и тому подобное. И как следствие этого, репарации, военные преступники на скамье, внутренние максимальные физические зачистки остатков элит, но это не наши уже будут проблемы, это, собственно, внутри российской элиты будет, и ты вот этот, как бы, зачистка-свидетель, скажем так. А Путин это понимает, или коллективный Путин это понимает, что это и есть их будущее, по сути? Настраивает, если понимает, настраивает ли свое окружение на то, что это произойдет? Смотрите, понимает или не понимает, а как это от них уже зависит? Ну, то есть, смотрите, для них есть одно решение. Для них есть решение очень узкая группа, сидящая возле Путина, которая модерирует вот те процессы внутри элиты, о которых вы говорите, да, но которая не дает осознать, что это путь к единственному возможному для них лично финалу, максимально фатальному для многих из них. Но вот они должны были бы для себя принять решение. Они готовы до конца идти по этой дороге вместе с вот этой неадекватной группой Путина, там, близая к ближайшему окружению, вместе с шаманами? Или они все-таки хотят минимизировать, хотя бы как-то минимизировать, частично минимизировать последствия абсолютно фатального входа в Украину. Это их выбор. То есть, они могут сегодня все это остановить, решив проблему, скажем так, транзита власти, да, ну, передачи власти, ну, то есть замены власти, или как там сказать, и получить какое-то переходное правительство, допустим. Могут? Могут. Не делают же? Не делают. То есть, смотрите, они настолько безвольны и настолько были уверены в своей же пропаганде, то есть я с таким феноменом, конечно же, трудно было бы, ну, столкнуться, потому что эти люди, которые являются элитой, элитой, которая и должна была бы генерировать ту или иную пропагандистскую составляющую, да, ну, то есть попытавшись там контролировать свое население. Почему? Я повторяю, потому что пропаганда, возможно, в таком уродливом виде работает только в авторитарных или деталярных государствах, да, ну, когда ты хочешь контролировать то, что человек думает, то, как он думает, то, какие выводы он делает, потому что свободное общество — это дискуссия. Здесь невозможно в таком уродливом виде пропаганда. Да, здесь возможно какие-то проявления, там, скажем так, информационной политики управляемой частично и так далее, но невозможно в свободном обществе получить такую уродливую пропаганду. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, есть дискуссия. Вы можете задать любой вопрос, вы можете провести любое расследование, вы можете дать обществу возможность обсудить любые аспекты любой проблемы. В России это невозможно было. Но тут феномен. В таких авторитарных системах, как правило, элита сама не находится под влиянием пропаганды. То есть она более объективно, что ли, воспринимает окружающий мир, понимает риски того или иного, там, процесса или проекта и так далее. И может вовремя принимать другие решения. Опять же, используя пропаганду, чтобы обмануть собственный же народ, сказать, смотрите, мы вышли на границы 1991 года, это наша победа. Поэтому мы защитились от НАТО, давайте вот теперь будем строить Россию, да, надо теперь издержки оплатить какие-то, давайте затянем пояса и так далее. Проблема этой элиты России, что она сама поверила в свою богоизбранность, на полном серьезе считала, что может поставить на колени всю Европу, что их все боятся, а если не поставят, то могут коррумпировать, купить и так далее. Сейчас очевидно, что они настолько безвольны, что не могут выйти из этого ощущения, знаете, из этого пузыря, в котором они находятся. Но опять же, вы абсолютно правы. Даже если они это осознают, у них будет очень короткий промежуток времени, чтобы разобраться с главной проблемой своей жизни, которая будет ограничивать длительность их жизни. Михаил Михайлович, вы упомянули о том, что важно, чтобы в Российской Федерации внутри элит начались распри различные, и они начали делить власть, то есть начали происходить какие-то серьезные конфликты. Вот недавно буквально была конференция в Брюсселе, там опять-таки представители российской оппозиции обсуждали российское будущее, и Геннадий Гудков, Михаил Ходорковский, и Марк Фейгин там присутствовали. И вот как раз вчера они там в стриме обсуждали, что очень важно, чтобы украинская политическая, украинская власть начала вести контакты с оппозиционерами о том, каким образом можно работать как раз над расшатыванием ситуации. Вы нам можете сказать, какие-то контакты ведутся, с кем-то вообще это обсуждается, или пока говорит рано, нам надо освободить свои территории, а это потом. Вот как эти процессы происходят? Во-первых, во-первых, на что они влияют. Ну то есть, теоретически можно говорить о чем угодно, а на что ты реально в виде действия влияешь, потому что на сегодняшний день я вижу действительно субъекта, который влияет на внутренний рынок Российской Федерации, это легион свобода России. Вот они действительно своими действиями в той же Белгородской области показывают альтернативную реальность, которая ждет Россию. Чем дольше они будут находиться в войне, тем более опасными будут собственные регионы России. Это я понимаю, это первое. Ну то есть, теоретизировать где-то в Брюсселе, это круто, но реальное действие альтернативного типа, это легион свобода России. Это первое. Второе. А нам, вот, чтобы что? Ну то есть, чтобы что мы получили? Ну то есть, как бы, опять же, у нас полноценная война, в рамках которой и есть конкретная цель. Цель называется деоккупация территории Украины, а как следствие деоккупации территории Украины окончательная десакрализация и обнуление путинской концепции великой России. То есть, Путин же всегда говорил, смотрите, вы настолько ничтожны, что я ваши свободы и права забираю, взамен я даю вам ощущение великой России, и мы можем любую страну поставить на колени. И он заходит в Украину, пытается это сделать в 2014 году, делает себе плацдарм, и сейчас уже думает, ну я тут вообще легким маршем прогуляюсь, и всех поставлю на колени, в итоге терпит поражение. К чему это ведет внутри России? К безусловному обнулению самого путинского окружения. Это очевидное последствие этой войны. Второе, то есть, грубо говоря, для того, чтобы запустить процесс трансформации, нам не теоретизировать нужно где-то с кем-то, да, а нужно, собственно, довести свою работу до конца, и в любом случае процесс трансформации в России начнется, несомненно. И третья составляющая, ну, очень простая, как только в России начнется трансформация, там сформируются совершенно неожиданно разные политические группы, которые не будут обращать внимание на том, что там говорила в Брюсселе та или иная системная оппозиция российская, там появятся совершенно альтернативные группы, которые будут претендовать на свои там куски пирога постпутинской России. Вопрос, то есть, ставку делать на кого сегодня? На мой взгляд, сегодня абсолютно перспективно, это, еще раз подчеркиваю, это абсолютно четко влияющие на внутренний политический процесс России, вооруженные силы и Украины. Вот мы на них ставку и делаем. Ну, и, наконец, четвертая, последняя составляющая, очень важная, это не имеет смысла, исторический процесс является необратимым, да, хочет кто-то его обсудить или не хочет обсудить. Вот все, что сейчас происходит, к сожалению, для нас с вами большой ценой, кровавой ценой, но, тем не менее, это исторический процесс, который приведет к обязательному обнувлению России в нынешнем политическом виде. То есть, в таком виде Россия существовать не будет. Я не знаю, в каком она географическом виде, это можно отдельно дискутировать и так далее, но в политическом виде Россия будет гораздо менее влиятельна на глобальном рынке, гораздо менее заметна, гораздо менее агрессивна, гораздо менее современна. Ну, то есть, она займет то место, которое должна занимать. Россия – страна третьего или даже четвертого порядка, четвертого мира, ну, то есть, страна, которая не генерирует существенной добавленной стоимости. И, соответственно, этот исторический процесс объективен. Хочет, еще раз подчеркиваю, кто-то в нем принимать участие, не хочет. Мы принимаем не по желанию участия, мы просто и являемся могильщиком современной России как таковой. И, опять же, это наша историческая миссия уже. Украина все время претендовала на роль единственной страны, которая окончательно обновит вот эту мифическую, мифическое величие Российской Федерации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос прямо, я не вижу особой целесообразности проводить дискуссии с людьми, которые находятся точно так же, как и путинская элита, в нереалистичном мире. То есть, они не оценивают адекватно себя, свое влияние, не оценивают адекватно какие-то реалистичные сценарии трансформации России, не понимают, какую функцию сегодня выполняет Украина и не поддерживают Украину в полном объеме, ну, с точки зрения поддержки вооруженных сил, не поддерживают, кстати, вооруженное сопротивление, которое демонстрирует тот же легион свободы России. Безусловно... Михаил Михайлович, можно я переспрошу у вас? Вы случайно не упоминаете об РДК или есть какие-то причины? Нет, я имею в виду, для меня это как единый комплекс легион свободы России, абсолютно внятный легион, который четко структурировано политические цели преследует, заявляет об этом точно так же РДК, который тоже преследует определенные политические цели и заявляет, они синхронизированы полностью. Несомненно, для меня это единый комплекс. Я про другое. Вы знаете, то есть, как бы, свободные люди, я имею в виду, свободные люди, которые вели дискуссию, свободную дискуссию в Брюсселе, имеют право вести дискуссию о каких-то теоретических моделях будущего России, могут даже книги писать по этому поводу. Знаете, там можно написать «Москва 2042», есть у Войновича, они могут написать «Москва 2032» и так далее. В этом нету ничего плохого, это абсолютно хорошо, это добавленная стоимость для литературы. Не более того, с точки зрения практической политики, на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, я вижу только два основных центра, которые будут решать будущую Россию, это вооруженные силы Украины, первое и второе «Легион свободы России» и РДК. Раз уж мы с вами причастны к этому акторству изменений, которые Россия бросила в виде вызова Украине, либо мы вас уничтожаем, либо вы что-то делаете с нами, не мы это решение принимали, то давайте обсудим такой вопрос. Ведь очень часто российская оппозиция на конференциях рассказывает, что для того, чтобы не было вдруг, не дай бог, распада России, вот как раз и надо с этой российской оппозицией сотрудничать. А скажите, в Европе понимают и вообще мы понимаем, в каком виде Россия действительно может не оказывать такой агрессии и не оказывать такой опасности соседним государствам. В таком, как сейчас, может? Или это 100% должен быть распад? Ведь они очень часто этим манипулируют как раз. Они могут манипулировать чем угодно, это нас с вами должно мало интересовать, потому что, опять же, смотрите, есть объективные процессы, есть субъективные. Российская оппозиция системная, она субъективна и неправильно интерпретирует сегодняшние события как таковые. Имеет право, опять же, заблуждаться любой человек имеет право. Европа всегда гуманистична и сердобольна. И, конечно, она с таким оханем и аханем встречает российских, скажем так, оппозиционеров, которые лишили своей родины из-за Путина. Но это выглядит несколько странно, потому что все развитие 20-летней путинской России как раз и является сегодняшняя экспансия следствием того, что недостаточно активно ввелся внутренний диалог, который должны были организовать оппозиционеры российские. Но мы, опять же, смотрите, это внутренняя жизнь России. Давайте про другое. Вот что нас с вами интересует? Нас с вами интересует финал России в таком виде. Финал России в таком виде возможен следующим образом. Обнуление концепции Великой России после проигрыша войны, трансформация России как таковой с политической точки зрения. Это множество различных бунтов, это протесты, это такие брутальные протесты, безусловно, это не какие-то там осмысленные политические протесты и так далее. И какое-то время вот этого хаоса, оно позволит в итоге выкристаллизоваться двум трендам. Первый, это, опять же, еще раз подчеркиваю, сформируются политические группы, неважно, новые, старые вернутся, апгрейдятся и так далее, которые попытаются на транзитивных выборах, переходных выборах взять какое-то большинство в парламенте Российской Федерации сформировать переходное правительство и, соответственно, какие-то новые правила там набросать жизни, внутренней жизни, потому что жизнь будет достаточно тяжелой в России. Экономика просядет, безусловно, многие торговые контакты разорвутся, она будет деградированной страной. И в это же время будет второй тренд с точки зрения распада. Это не какой-то принудительный распад. Вот смотрите, если Северный Кавказ, который к Северо-Кавказскому федеральному округу относится 7 регионов, включая Ставропольский край, если, условно говоря, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан особенно, Чечня, в которой произойдет безусловные вопросы будут высказаны о тейпе, которые были разрушены тейпом Кадырова, соответственно, они выскажут свои претензии, потому что Кадыров потеряет поддержку федерального центра как такового. Несомненно, эти регионы смогут претендовать на самостоятельное плавание. Точно так же, как, например, Бурятия, которая гораздо более, если уже вернуться к аналогии исторической, гораздо более близка к Монголии, чем к Российской Федерации как таковой. Ну, если уже там говорить о исконно русских землях, да, субъектах, которые этим оперируют периодически. Безусловно, вот эти территориальные этнические образования могут заявить о своем самостоятельном движении куда-либо под чье-то крыло или под самостоятельное. То есть, то же самое с Россией может произойти, что, в принципе, не было завершено в 91-м году. Вот тогда нужно было не стараться сохранить такой объем территории, такой объем ядерного оружия, такой объем обычного оружия, еще и свести с постсоветских республик все туда, и такой объем, скажем так, сырья, как такового. Вот в таком виде Россия всегда будет претендовать. Знаете, смотрите, любая страна, которая является гигантской, но не ухоженной внутри, которая технологически отсталая всегда, но которой нужно контролировать большое количество населения, занять их чем-то. Население, которое будет всегда завидовать другим странам, где гораздо выше уровень развития, уровень комфорта. Вот население этой страны всегда будет требовать чего-то, сатисфакции какой-то, какой, либо повысить нам уровень жизни, но в такой стране, как Россия, это невозможно. Ну и, соответственно, либо давайте будем кого-то там шантажировать, убивать, разрушать, разрушать чей-то комфорт. И, соответственно, рано или поздно такого большого неухоженного типа империи, но с большим количеством сырья, которое будет еще какое-то время, углеводородное сырье, которое будет пользоваться спросом на рынках, всегда появляется соблазн построить обычную авторитарную или тоталитарную империю с внешними агрессивными проявлениями. Это неизбежность. И у меня вопрос. Вот если хочет Европа жить всегда стабильно, в рамках ценностей и так далее, зачем всегда себе создавать головную боль? Вот зачем в 91-м году нужно было пойти по пути оставления головной боли в виде СССР 2.0, но с еще более абсурдным правительством как таковым? Ну, Путин просто с точки зрения интеллекта, безусловно, это выдающийся персонаж. Ну, то есть по отсутствию интеллекта, скажем так. И так далее. То есть зачем? Когда вы берете человека без эмпатии, с низким интеллектом, но с очень раздушимся эго, но у которого есть большой объем сырья, денег, условно говоря, для коррумпирования глобальной политической элиты, и у которого есть большой объем накопленного арсенала, что в какой-то момент с этим произойдет? Он попытается реализовать свое примитивное мировоззрение. А что такое примитивное мировоззрение? Давайте восстановим СССР, давайте всех напугаем и так далее. Вот что мы с вами имеем. Поэтому, на мой взгляд, по итогу этой войны должно произойти просто переосмысление еще раз, наследие СССР, то есть Россия в таком виде всегда будет генерировать только риски для европейского континента. Соответственно, она должна получить обременение экономическое, чтобы не накапливать коррупционного кэша много, то есть это, условно говоря, рента сырьевых денег в пользу репарации Украины на 50-70 лет. Второе, она должна получить аресты актива в России за рубежом в полном объеме, она должна получить демилитаризацию, о которой мы выше говорили, особенно с точки зрения наступательных оружий, она должна получить право на, скажем так, вот смотрите, сегодня федеральная страна, федерация, не имеет возможности, регионы в этой стране не имеют юридической возможности выйти из состава федерации. Понимаете, абсурдность какую, то есть у них нету процедуры выхода из состава федерации. Так вот, вот эти территории этнические должны получить право на выход из состава СССР, ну и чувствовать себя гораздо более комфортно и так далее, и тому подобное. Вот что будет ждать. И тут у меня к вам вопрос. Так, исторический процесс волнует, что где-то в Брюсселе кто-то теоретически обсудил, как будет выглядеть Россия, что перед Россией многие пострадали, вот эти же оппозиции пострадала, потому что она не может сегодня жить внутри России, она не может свои ценности прокламировать внутри России, она и так далее. Вот у меня к вам вопрос. Так в этом кто виноват? В этом виновата Украина, поэтому нужно прийти нас вырезать. В этом виновата Европа, которую нужно все время проклинать. Кто в этом виноват? Это внутренний рынок Российской Федерации, это политический процесс, который был запущен в 1991 году. Ельциным, который был дважды президентом Российской Федерации, а до него президентом СССР, напомню, не генеральным секретарем, а президентом СССР, правда, очень короткое время, был Горбачок. Но если вы в 2000 году без выборов получили дивного субъекта Путина и какое-то время делали вид, что он у вас либерален с точки зрения экономики, макроэкономики, и что он интересные вещи говорит там о поводе возможной интеграции в НАТО, кстати, он сегодня тоже упоминал, что он там удочки забрасывал в НАТО, сленг, конечно, потрясающий у этого человека и так далее. Но это же не вина Украины, которая сегодня платит самую большую цену за это. Ну и дальше. И не уж точно Украина не должна заморачиваться, как будут интегрированы в поствоенную Россию представители российской оппозиции, которые находятся сегодня в славном бельгийском городе Брюссель. Михаил Михайлович, вот абсолютно тут с вами не поспоришь, что вооруженные силы Украины являются основными акторами того, что будет происходить с Российской Федерацией. Мне кажется, нужно проговаривать в эфире, потому что вот эти несколько подбитых леопардов, которые российская пропаганда разгоняла по телеграм-каналам, я просто был в шоке, когда некоторые украинские эксперты всерьез это начали рассматривать. Всем советую посмотреть, кстати, обращение сержанта украинских войск Валерия Маркуса, который объяснил, сколько реально теряет российская сторона и сколько украинская теряет. Там все цифры вы найдете в интернете очень познавательно. Я хочу вас вот о чем спросить. Да, кстати, семь населенных пунктов было в течение последних пяти дней освобождено на южном и восточном направлении. Это первые успехи у контрнаступательных действий Украины, надо это отмечать. Йен Столтенберг, генсекретарь НАТО это отметил, сказал, что в Альянсе следят переживают за Украину и удивлены этими результатами. Но, знаете, удивления мало. Нам очень хочется через месяц услышать что-то конкретное по поводу нашего участия в этом Альянсе. Скажите, мы что-то услышим или нам не стоит этого ждать, пока идет война? Сейчас перейдем к Альянсу, саммиту вильнюсскому. Я про технику. Вот смотрите, мне казалось, после 16 месяцев мы уже умеем пользоваться инструментами информационными. фактчекинги проводить, понимаем, что такое наступательная операция. И это второе. Наступление разворачивается постепенно, это большой объем линии фронта, это не маленькая спецоперация, это гигантская 1800 километров линия фронта, множество различных действий на разных направлениях. Это первое. Второе. В войне тратится техника, она действительно уничтожается, но в каких объемах? Слушайте официальные сообщения. Мы стараемся сообщать то, что нужно, можно и так далее. Военные стараются об этом говорить. И третье. Очень важно. Я, честно говоря, поражен, что кто-то потребляет. Вот представляете, что такое жажда хайпа? Ну, ты берешь российские паблики, которые находятся в эффективном состоянии, что-то там публикуют, видео там какое-то и так далее, берешь, выносишь и начинаешь разгонять какие-то хайповые заголовки. Это что должно быть после 16 месяцев войны? Смотрите, ведь все же говорят, мы верим вооруженным силам. Пожалуйста, они будут комментировать в полном объеме все, что считают нужным, потому что так же они делали все эти 16 месяцев, говорили необходимую информацию, которая позволяла эффективные операции проводить, оборонительные, наступательные сейчас. Поэтому очень аккуратно нужно к этому относиться. Это война. Для военных есть свои цели, свое видение того, как нужно двигаться вперед, что говорить при этом и когда главное говорить и тому подобное. Мы все равно прозрачная страна, в отличие от России. Мы не зависим, я об этом уже говорил, от пропаганды. Мы зависим от свободной дискуссии, но дискуссия должна быть ответственной, особенно у людей, которые сидят далеко от линии фронта, действительно, но точно знают, что там происходит, потому что прочитали несколько военкоров, о которых вы говорите, российского происхождения. И теперь переходим собственно к нашим партнерам. Партнеры и сегодня говорят, да, мы понимаем объем контрнаступлений, мы понимаем объем сражений, которое начинается, мы понимаем объем техники, которая вам нужна, мы будем все это давать. Безусловно, де-факто вы уже являетесь страной НАТО, потому что переоснащение армии чрезвычайно. Практически мы сегодня в своей армии сконцентрировали все виды национальных оружий, которые есть в отдельных странах НАТО. Все у нас это синхронизировано и в единую систему превращено. Безусловно. Но де-юре, еще раз подчеркиваю, де-юре, об этом уже неоднократно говорил и президент Зеленский, и в принципе тот же Йенс Толтенберг, и в принципе другие должностные лица военного альянса НАТО. Во время войны вступления юридического не будет. Де-юре мы будем после войны очень быстро, после справедливого финала в этой войне, после выигрыша в этой войне, что касается саммита, так вот там и нужно будет еще раз проговорить, да, вот календарный план, вот как вы будете заходить в военный альянс. И это будет несомненно, почему? Потому что это не вопрос открытой-закрытой двери, это не вопрос гарантии даже безопасности, это вопрос безопасности Европы как таковой, без такой армии, которая по сути переломает хребет гигантскому страшилке Европы, которая являлась Российской Федерацией в течение последних десятилетий. Безусловно, вы будете главным членом альянса, обеспечивающий безопасность континента. Это несомненные вещи. И я думаю, что мы с вами все это услышим в Вильнюсе и так далее. Знаете, я как бы прагматично на все смотрю, не надо требовать от людей смелости такого же типа, который демонстрируют сегодня граждане Украины. Ну, мир немножко другой, мир гуманистичный, да, этот мир привык жить в 21-м столетии, действительно, когда он обсуждает продвижение биотехнологии, молекулярной генетики и так далее, и тому подобное. То есть, когда мир занимается другими обсуждениями, и тут у него перед глазами война такого 20-го века, по сути, да, вторая мировая, реинкарнированная Путиным. Ну, видимо, он фанат же, да, вы же помните, фанат вот этих всех нацистских символик, нацистской эстетики как таковой, и безусловно, он реинкарнировал Вторую мировую. Конечно, это не тот уровень дискуссий, к которому был готов современный западный мир. Вот Украина демонстрирует другой уровень осознания рисков, который сегодня есть, и готова противостоять этим рискам, но требовать такого же типа смелости, прямолинейности даже в чем-то, как есть сегодня Украины, тяжело, наверное, от других стран. Поэтому давайте свою работу качественно доделаем до конца, несмотря на то, что цена этой работы чрезвычайно высокая. Можем быть примером для других, они уж будут следовать нашему примеру в дальнейшем. Михаил Михайлович, спасибо большое. Михаил Подоляк, советник глава Офиса президента Украины, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.